Всем привет! С вами Голая. До старта лиги остался всего один день, так что самое время определиться, чем же мы все-таки будем стартовать. Полный обзор патчноута теперь находится в отдельном видео, оно уже на канале. Очень рекомендую его к просмотру, чтобы быть в курсе всех изменений. А теперь давайте приступать к рекомендуемым билдам. Тотемы. Куда же без них. Не так давно Матил сделал очень сильный, простой и интересный билд, который лишь подтвердил эффективность умения Божественный Гнев для тотемов. Скажу по секрету, мы-то пробовали его и раньше. Берем Деда, стартуем тотемами Священного Огня, в третьем акте получаем Дивайн Айр, меняем основную связку под него. Сперва делаем некритовый билд, затем спекаемся в криты. Мощно, просто, быстро. Лига суммонеров не может обойтись без билда на Виньонов среди рекомендуемых, особенно учитывая, что опыт игроков по части призывательства и так очень богат. На видео билд через зомби, скелетов и спектров, но по ссылке вы найдете новую версию билда через зомби и новых трупных големов. Уверена, в этой лиге играть некромантом будет круто, как никогда. А для тех, кто хочет поиграть с умонером, но еще не определился, каким именно, очень рекомендую к просмотру свой видеообзор всех типов приспешников в двух частях. Ссылки я оставлю в описании. Не стоит осуждать меня за то, что я снова порекомендую билд ЕД Трикстера, то есть плута через похищение сущности и инфекцию. Просто классика вечно. Ладно, сори за пафос, но это и правда очень хороший, эффективный и дешевый билд для старта. Сама я играла им всю прошлую лигу, и одним из результатов моего труда оказался подробнейший гайд на данного персонажа на русскоязычном форуме. Так что вопросов ни по прокачке, ни по игре у вас возникнуть не должно. А если почувствуете, что ЕД вам немного надоел, можно заменить на сочетание Бэйн Погибель и Сол Рент Разрыв Души. Да, это немного другой билд, но тоже на хаосе, поэтому дерево будет очень и очень похожим. Минера немного поменяли, но уверенно он по-прежнему зайдет отлично. Проверенный эндгеймовый вариант через ледяной каскад можно стартануть через новые мины. Ну, если ваши глазки не вытекут. Это отличный вариант для тех, кто стремится стать настоящим босс-киллером и без особых усилий дойти до убера. По вложениям выйдет средний, для новичков тоже вполне подойдет. Для тех, кто не может без лучников даже после нерфа Торнадо Шота. Вспоминаем, что у нас теперь мета яда, так что токсичный дождь или стрела скверны продолжают цвести и пахнуть. На первые я уже не раз давала ссылки, их можно найти в предыдущих видео по рекомендуемым билдам для старта лиги. В этот раз стрела скверны. Он выглядит немного медленным, но потенциально он нереально силен, если как следует разогнать скорость атаки. По бюджету выйдет средний, однако для новичка может выйти вполне играбельно. Надеюсь, я дала вам максимально широкий выбор для старта лиги. Сама я буду стартовать стримом в некоем подобии репортерского жанра, на котором буду заходить на другие стримы, смотреть, чем кто играет. И делать самое страшное, что только может сделать женщина. Выводы. Как обычно, все вопросы можно задать под самыми новыми постами в моей группе ВК или во флотконфе в Дискорде. А стримы можно посмотреть на Твиче и спросить меня обо всем на свете лично. Все ссылки в описании. Спасибо за внимание и до новых встреч!